Добрый день! Исполняющий обязанности министра иностранных дел Арцаха Давид Бабая заявил, что закрытие Азербайджана Млачинского коридора станет нападением на Арцах, ударом и нападением на российских миротворцев. Этого нельзя допустить, считает Давид Бабаян, потому что все это будет иметь очень тяжелые последствия. Он продолжает, что все стороны международного сообщества отнесутся ко всему этому равнодушно. Итак, ваш комментарий о таком вот итоге ноября. Возможно ли закрытие Азербайджана Млачинского коридора и что этому предшествовало? Ну, с вашего позволения я начну. Поздравляю их с женицбой их сына Гейдарчика Младшего. Поздравляю весь азербайджанский народ с этим событием. Мы помним, что в свое время, да, в Ганзаке, Гянджа, в свое время, да, Шададидская курдская династия была. Ну, теперь получается, что у них надолго основывается курдская династия во власти Азербайджана. Гейдарчик сейчас подженился, младший бедняга. Скоро наследники пойдут. Следующий президент и вице-президент. Мы знаем, что президент Азербайджана и вице-президент Азербайджана, Кен Акцумен называется по-армянски, по-русски это называется, сожительствуют. И вот сейчас получается, что их сын официально коронован. Скоро будут наследники. Поздравляю многонациональный народ Азербайджана с произошедшим событием. Так что они еще долго будут чувствовать на себе удовольствие под ханской властью Алиевых существовать. Это так. По поводу вашего вопроса. Смотрите, по поводу Лачинского коридора. Это ведь всего-навсего часть инспирации с определенного ряда событий была. Обвинение было в отношении российских миротворцев по поводу поставки оружия. Обвинение было недавно по поводу, ну, к армянской стороне, что через так называемый Лачинский коридор, который передали раньше времени азербайджанской стороне, перевозится оружие, перевозятся там какие-то мины и все такое, третье, четвертое, Карвачарский район, Кельбаджарский и так далее и тому подобное. Еще одно скандальное обвинение, на которое отреагировала российская сторона, по поводу того, что российская сторона не употребляет азербайджанские топонимы. Например, да, Мардакерт, они называют Мардакерт, а не Акдери, к слову. И так далее и тому подобное. Я перечислять всю чушь, это бредни азербайджанские, не буду. По факту получается так. Ну, видно ведь, какие они союзники. Насколько союзничают. Это очень хорошо видно. Азербайджан с Россией? Да. Это очень хорошо видно. И в данном случае по поводу закрытия так называемого Латчинского коридора. Когда я поздравил Джанаба Алиева и Мехирибан Ханэм со свадьбой их сына, да, значит, мы должны вспомнить, что было до этого в Шуши. Мероприятие, где присутствовал, кстати, уже практически коронованный принц. Я вас поздравляю, многонациональный народ Азербайджана, вы еще долго будете под их пятой мучиться. Если я не ошибаюсь, в военной форме. В военной форме. Как и его отец. Да. Который не он, не его отец, не его сын никогда в армии не служили. Они хромые на две пятки. Опа. Ладно, что там в Шуши было. Ну вот, заявление было о том, что Армения террористическое государство, о том, что они силой пробьют Зангидзурский коридор. И если не будет им дан Зангидзурский коридор, так называемый, то они перекроют Латчин. Вот в контексте каком это все было. Не то, что он просто вот встал там с бодуна, простите за мой французский, и сказал, да, что я перекрою Латчинский коридор. Нет, конечно, это не так. Это не так. Это было привязано к так называемому Зангидзурскому коридору, который им дадут, не дадут, или по его словам они силой откроют. Он назвал, что армянскому народу, посмотрите в своем выступлении, во-первых, Армения и армяне это недоразвитое государство. Армянам нужна психологическая помощь, вот это я вам говорю, ему нужна психиатрическая помощь. Если в Азербайджане есть психиатры, они должны поработать с ним, чтобы он знал, как базар фильтровать, если он стремится к миру, в кавычках, или не в кавычках. Там еще много он что наговорил по поводу Еревана, по поводу того, другого. Короче говоря, те же самые... Сейчас оскорбил опять армянский народ. Весь армянский народ оскорбил, унизил во главе с руководством Армении. Ну, в общем, мы как-то, не знаю, на это обращаем внимание уже или не обращаем. А не надо не обращать внимания, не надо не обращать внимания, потому что это все плохо может закончиться, не обращая внимания на такие вещи. Помним, когда мы не обращали внимания, чем это закончилось в свое время? Так вот, это продолжение логической цепи. Он угрозу озвучил, что закроет Лачинский коридор, которого уже не существует. Лачинского коридора Джанаб Алиев, Йохтур, он сам это хорошо понимает, уже нету его. Обходная дорога. И сейчас, когда вот такие угрозы звучат, в ответ на что? На выдуманные ими же инсинуации по поводу мины, всего такого, третьего, четвертого. Это, понимаете, это отдельно расценивать трудно. Это надо вкупе расценивать. Хорошо, вопрос миротворцев. Давид Бабаин говорит, это будет не только ударом на Арцах, а ударом и нападением на российских миротворцев, считает. Ваш покорный слуга имел честь и имеет честь быть знаком лично с Давидом Бабаяном, временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Арцаха, временно, подчеркну. Ну, потому что Рубен Вартанян взял какие-то перестановки или перестановки. Как в свое время говорил Сталин Иосиф Виссарионович, говорит, в чем секрет вашего, говорит, но он же грузин, да, был, у него акцент был. Он говорит, в чем секрет успеха вашего правительства? Он говорит, потому что я всегда парламент и правительство перетрахиваю, перетряхает. Ну, но такой вот, такой у него грузинский акцент был. В данном случае, да, грядут большие перемены. Где? Там. В Арцахе. Да. И здесь. Арцах, вот призывают, да, многие там политологи и так далее, что Арцах должен субъектностью обладать. Арцах уже давно субъектностью обладает, очень давно, и, к сожалению, если те слухи, которые доходят до нас, до всех, будут осуществлены в случае Арцаха, это будет очень нехорошо. Конкретно о чем вы? По поводу новых назначений на должность. Опять из того, что кто чья сестра, кто чей брат, кто чей помощник, кто чей чего, того третье, четвертое. Никогда не должно быть так. В случае Арцаха тем более. Никогда. Вот Рубену Вартаняну, кстати, пользуясь вашим эфиром, обращаюсь. В конце концов, господин государственный министр, да, не пора ли взглянуть налево и направо не только тем, кто подаватель и все такие, то есть прислуга, знакомые, друзья, не пора ли взглянуть правде в лицо? Не пора ли взглянуть правде в лицо, когда стоит судьба нашего народа, армянского народа и, в частности, его арцахской части? Надо взглянуть в лицо и сказать правду, в первую очередь по отношению к самому себе. В чем заключается эта правда? Правда заключается в том, что сейчас арцах не в том положении, чтобы чью-то сестру назначать на должность министра здравоохранения, да, кого-то на должность министра иностранных дел, потому что, понимаешь ли, имена, да, употребляют определенные. Хотите, назову, лучше не буду. Кого будут? Ну, по факту надо назначить, потом поговорим об этом. Ну вот, поэтому, до того, как назначить, пускай репу почешут и поймут, что сейчас не то время, когда можно такими именами кидаться. Опытом в дипломатии, в проваленной дипломатии, проваленной дипломатии, и в Армении проваленной дипломатии, которые освобожденные территории оккупейшн называли, да? Да? Гороват Старакцкнер, оккупированные территории. Ох, ох, потому что этот человек, понимаешь ли, был когда-то министром иностранных дел Армении. Или, например, другой, мой однофамилец. Не меня, мой однофамилец. К слову, я призываю Рубена Вартаняна, поскольку ему была предоставлена великая честь возглавить фактически, де-факто, Арцахское государство, и делегированным быть. Пускай азербайджанцы горите, горите, пускай горят, горите вы в аду. Знаете ведь, азербайджанские турки имеются в виду и те, которые пропагандируют нацизм и фашизм. Горите в аду вы. Их очень возбудило устами президента Азербайджана. Вы помните, нет? Недавно он сказал, что мы готовы говорить с народом Карабаха, но мы не готовы говорить с ставленником Москвы Рубеном Вартаняном. Цитирую, перевожу с английского языка на русский. Да? Значит, с тем человеком, который получил миллиарды долларов в Москве и был делегирован в Арцах, Карабах. Мы не готовы с ним говорить. А мы готовы говорить с жителями Арцаха, с гражданами так называемого Азербайджана. А он не хочет поговорить случайно с гражданами, в кавычках, Азербайджана и с Баку, которых в два с лишним раза больше было, чем сейчас в Арцахе находится. Не хочет поговорить? Не хочет? Не хочет вернуть? Реституция называется. Не хочет вернуть наше имущество? Не хочет? Например, мой двухэтажный дом в Баилово вернуть не хочет? Четырех- и трехкомнатную квартиру в Баку не хочет вернуть? А может быть хочет? Может хочет? Вот так надо поставить вопрос. Возможно ли закрыть? Знаете, одну вещь я скажу. Откровенно вам скажу. Смотрите, какая у нас есть связь с руководством, у меня лично, с руководством Азербайджана и с многонациональным народом Азербайджана, с его прессой и так далее. В первую очередь ментальная связь. Ментальная связь. Понимаете, госпожа Аракелян? Ментальная связь. Это называется то, что они еще не успели сказать, мы уже наизусть это знаем. Мы выросли в одних и тех же дворах. Ментальность, она общая у нас. Мы-то понимаем, что никакой эры мира. Вот пускай прислушаются и Рубен Вартанян, и мой любимый журналист. Почему мы на задворках оказались, к слову, азербайджанские армяне, которые больше в несколько раз по количеству. Почему на задворках оказались? Ведь мы очень много могли дать армянскому руководству и политикому армянскому. Мы же разделяем с ними, я говорю еще раз, у нас прямая связь есть с ними. Прямая связь, ментальная в первую очередь. Ментальная связь. Конечно, это так и есть. И если они к нам не прислушаются, а что мы хотим сказать? Я вам говорю, как коренной бакинец, у которого есть связи ментальные, не только. Не только, что это значит? И не только. Имеется в виду и с азербайджанской диаспорой, с азербайджанскими, так скажем, иммигрантами, политиммигрантами. Прямая связь имеется. А как же может быть по-другому? Ведь в системе свой-чужой они нас, как чужих, не воспринимают. Поэтому и болезненно все, что мы говорим. Поэтому эти наветы, кляузы и все такое. Поэтому это все тохумор на армянском называется, на нашу голову летит. Поэтому. Так вот, почему не воспользоваться? Я вам говорю откровенно, зная менталитет азербайджанского руководства, азербайджанских турок, мира не будет никогда. А что будет тогда? Или мы будем пытаться себя сохранить, как народ и этнос, и государство на Южном Кавказе. Или будем уничтожены. Азербайджанское руководство, подпитываемое турецкими нацистами, этим лазом во главе турецкого государства, да, Реджебом, Тайбом, Эрдоганом, нет? Поставили цель уничтожить армянский, в кавычках, проклятый клин между турецкими государствами. По-другому не будет. Дзенгидзуцкий коридор именно из этого всего исходит. Алиев еще раз сказал в своем выступлении в Шуши, и не только, после этого тоже в Баку на пресс-конференции он об этом говорил, что для него красная черта именно это, что они должны получить. Вот недавно, кстати, наш один из высокопоставленных чиновников уже сказал, да, в Европарламенте озвучили цифру. 180 квадратных километров оккупированы Азербайджаном. Уже 180! Етить-колотить! 180! Понимаешь ли? Не 43, как мой любимый журналист говорил, и даже не 134, а уже 180. Подросло, понимаешь ли. И мы видели этот скандал в ОДКБ. Скандал позорища! Что произошло? Что мы, понимаешь ли, не подписали. Но мужик, выйди из этого ОДКБ-то! На кой он тебе нужен? Выходи, если такой смелый. Выходи! Заяви! Что? Мы больше не будем в ОДКБ. Это была смелость, вы считаете? Я считаю, это было отсутствие дипломатичности. И, как я вам сказал, действительно, менталитет неразделяем общий. Вот я вам скажу откровенно, нечем здесь гордиться и нечего стыдиться. У нас с ними? С кем? С азербайджанскими турками и многонациональным народом Азербайджана. Менталитет-то общий. Мы в свое время приутили этих подумков, этих кочевников на своей родине. Григорий, мы с вами договаривались. Мы не говорим таких слов и не думаем в этом направлении. Мы анализируем ситуацию. Мы проанализируем ситуацию, но все-таки надо сказать. Потому что криво сядь, прямо скажи, армянская пословица есть такая. Мы приютили их на своей родине в свое время. Проиграли демографию. Потом нас вышибли оттуда. И да, армяне в центре Баку жили и в центре любых других городов так называемого Азербайджана. Потому что мы раньше там очутились. Это не был центр в свое время. Потом разросся город, например, Баку тот же самый и так далее и тому подобное. Армяне Кент, например, что значит? Армянская деревня. Правильно? И так далее. Но, но, имеется в виду, они понаехали в середине 19 века. Об этом надо говорить все время. Все время говорить и не забывать об этом. В середине 19 века понаехали эти чушкодралы. Завладели нашей родиной. Демография. Ну, они плодятся как, приходят, это я цитирую, между прочим, цитирую из истории Азербайджана, трехтомника, про кочевников тюркских, что цитата там была из персидского источника. Они пришли на наши земли как саранча, а я добавляю от себя, и расплодились как кролики. В конце концов мы стали меньшинством и нас выгнали с нашей родины. Мы должны ли допустить то же самое сейчас в Армении? Должны ли потворствовать претензиям Алиева на возвращение его земляков на мою родину? Нам какое место остается? На Луне или как? Понимаете? Есть ситуации, есть ситуативные вопросы, есть повестки вопроса дня, но есть наболевшие вопросы, на которые нужно отвечать. А знаете, госпожа Ракелян, ваш покорный слуга никак не слышит, никогда не слышал за эти многие годы, 30 лет, ответы на эти вопросы, актуальные вопросы. Но если нету ответов на эти вопросы, а почему бы не озвучить вашему покорному слуге? Ведь это хотят услышать в Баку, ведь это нам тоже надо услышать. Хорошо. Следующий вопрос. Но вы не ответили, возможно ли разокрытие Лачинского коридора? Нет, отвечаю сразу, нет, потому что это не Ильхаму Алиеву подвластно. Конечно, невозможно, он этого не сможет сделать. Нет, и никогда, и ни при каких обстоятельствах. Россия сейчас вовсю топит о том, чтобы остались их миротворцы там. Понятно, что ни на 5 лет, ни на 3 года навсегда. Лачинский коридор, ну, в зависимости от ситуации на Украине, конечно, будем честны, в зависимости от этой ситуации. Нет, Алиев не сможет закрыть, и Москва ему... Чтобы закрыть Лачинский коридор, для этого правильно говорят мои, так скажем, визави, протурецкие, так называемые, прозападные силы. Если Москва добру не даст, Лачинский коридор не будет закрыт. Независимо от того, что хочет Ереван, и независимо от того, к чему стремится Баку и Анкара. В Москве это невыгодно. Поэтому Лачинский коридор не будет закрыт. Не будет закрыт. Один из итогов прошедшего месяца является также постоянный, ежедневный обстрел со стороны Азербайджана, границы Армении и территории самого Арцаха. Какую цель преследует Алиев? Вот такой вопрос простой и сложный. На самом деле не сложный вопрос и не сложный на него ответ. Это как и то, что вот они, например, Мухам включают и все такое. Помните в свое время одна там женщина, руководитель, так скажем, отряда Эрату, да? Хотя они знают, не знают, кто такая Эрату была, сестра царя армянского и его жена одновременно. Да, к слову, Эрату можно было бы другое имя назвать. К эротике не имеет никакого отношения, между прочим, да. Когда сказали, что вот посмотрите, вот во имя ничего это все было сделано, да, руководительница отряда Эрату такое сказала. Почему во имя ничего? Как во имя ничего? В результате первой отечественной войны армянского народа против азербайджанского нацистко-фашистского режима. В результате сейчаснего этапа этой войны. Но это не конец. Это не конец еще. К сожалению, мы, конечно, не хотим войны, но нам не оставляют другого выбора. У нас нет просто другого выбора. И поэтому ответ на ваш вопрос прост в данном случае. Азербайджанская сторона не хочет мира. Азербайджанский режим нацистского, нацистский-фашистский режим Азербайджана видит свое спасение исключительно в обострении отношений с Арменией и Арцахом. Да, мы видели параллельно во время визита, так скажем, глав ОДКБ государства, глав ОДКБ в Ереван обострение очередное. До этого и после мы видели, что произошло в Арцахе параллельно этому. Это психологическое давление на население Карабаха. Вы уж мне поверьте, там кто-то наши недоброжелатели говорят, ах ты эти бакинцы туда-сюда, там карабахцы третье, четвертое, пятое, десятые. Мы, мы, армяне вообще, и в частности восточные армяне, не из робкого десятка. Мы не поддадимся на это психологическое давление и никогда не покинем свою родину. Не перекроет Азербайджан. В первую очередь хотел бы обратиться к моим карабахским землякам, с которыми с многими я знаком, и в том числе из-за руководства Карабаха. Кстати, пускай азербайджанцы горят. С Рубеном Вартаняном я тоже встречался на ногах, к слову. Так. И что-то вы хотите в обращении? Я хочу сказать, что карабахцы не поддадутся на шантаж азербайджанской стороны и не покинут свою родину. Несмотря на угрозы Алиева, беззубые угрозы. Ну, понятное дело, бедняга-то уже какой раз уже дедушкой стал. Беззубые угрозы Алиева по поводу закрытия коридора. Это он должен будет с Москвой согласовать, а Москва на это ему одобрямс не даст. Не одобрит. Сто процентов. Потому что это в их интересах. Не в наших, в их интересах. Пускай народ Карабаха это знает. А все остальное это попытки психологического давления. Азербайджан хочет, чтобы они сами, народ Арцаха, свободолюбивый народ Арцаха покинул родину. Переехал сюда. Ну, а вы все видите, какая судьба здесь. У гадрутцев нет. День через день митинги. У кашатахцев, да? Которым не дают деньги, чтобы купить что-то где-то там-то. Понятное дело. А я вам скажу откровенно. Я беженец из Баку. И через это все прошел. Нигде мы не нужны, кроме как у своих родных очагов. И судьба, так скажем, гахтакана, беженца, незавидна. Незавидна абсолютно. На ноги потом встать будет невозможно. Поэтому я уверен, что они будут продолжать оставляться на своих землях. А у Азербайджана ничего не выйдет в этом направлении. Потому что они не знают сорт. Карабахских армян и вообще армян. Уже отвыкли от совместного проживания. Помним, нет, сколько лет прошло. Да, уже покойный Горбачев, уже скончался же, уже старый харич, простите за мой французский. Сколько времени прошло? 30 лет с лишним прошло. Они не имеют совместного опыта житья с армянами. Они не знают наш сорт. Они не знают, что мы крепкий орешек. Следующая тема. Алиев отказался от переговоров, намеченных на 7 декабря в Брюсселе. Повод отказа от участия Макрона на них. Не согласились, заблокировали, забайкотировали участие Макрона. Теперь вопрос такой. Может ли Алиев отказаться от европейской площадки вообще и полностью перейти на российскую площадку? Ну, смотрите, он не только там это наболтал, понимаешь ли, глава государства, как в Азербайджане называют, я не буду кому-то говорить носорог, наш великий, могущий носорог. Значит, опять кулаком потрясая, да, пытается угрожать и все такое. Вы говорите, что он отказался. Ну, да, 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 обосновывая то, что армянская сторона предъявила такие-то, такие-то требования этим. И еще кучу вещей наговорил. Да, кучу вещей еще, он еще кучу вещей наговорил по поводу того, что наша нация недоразвитая, что и психологическая помощь нужна. Ну, мы об этом уже говорили. Да, я говорил и не устану повторять, с кем мы говорим, с кем мы пытаемся диалог наладить. Конечно, он не откажется от европейской площадки, учитывая, что он перепродает нефтегазовые ресурсы России, Европе. Это по его желанию отказаться, не отказаться? Он перепродает нефтегазовые ресурсы. И, конечно, не по его желанию, по наущению в том числе Турции. Мы видим, что Турция делает сейчас в Сирии. Мы понимаем, что это согласовано, естественно согласовано. Мы видим, какая ситуация у России в Украине сейчас, к сожалению, желает быть лучшей. К сожалению. И чем больше продлится вот эта вот агония, так скажем. Я не хочу эту тему развивать, потому что вопрос был бы... А мы не будем развивать, мы констатируем факт, что то, что происходит на Украине, влияет напрямую на то, что происходит в Закавказье. Вообще во всем мире все, что происходит на Украине, это отражается... В Закавказье в первую очередь. В Закавказье в первую очередь. Итак, Алиев может отказаться от европейской площадки, вы говорите нет. И многие говорят, что... Он бы хотел, но не может. Одно дело хотеть, другое дело мочь. Следующий, отсюда идет следующий вопрос. Многие говорят, что российские предложения устраивают Алиева. Мы что-нибудь знаем об этом? Российские предложения, это смерть для Алиева и его режима. Которого, вы видели, параллельно происходят митинги в Азербайджане, да? Социального, этнического характера и т.д. и т.п. Но это просто, ну просто комментировать, это много времени уйдет, не хочу эфирное время тратить. Конечно, нет. Российские предложения какие? Россия хочет заморозить Арцахский конфликт, как рычаг давления на Армению и Азербайджан и на весь Южный Кавказ. Как это было? Как это было до сих пор? А сейчас тем более, тем паче, сейчас тем паче, потому что сложилась такая ситуация, вот новый расклад ситуации. Ну, простите за мой французский, мы же регистрируем, что сейчас все-таки открыто российские войска находятся в Арцахе. Понятно, что всего-навсего маленький миротворческий контингент, но вы представляете, например, чтобы из азербайджанских или там турецких дронов начали уничтожать, например, российский контингент? Вы знаете, чем это закончится? Осетия, Абхазия. Эти вопросы уже обсуждаются в Москве, да? Они вспоминают о том, когда Карабахское ханство присоединилось к Российской империи, на вечные времена при том. Учитывая, что с армянской стороны говорят, давай до свидания, да? Особо сейчас интересов не проявляют к Арцаху. Если честно. Так и есть. А что переживать? Вот так и топят же здесь с армянской стороны. Говорят, что теперь это конфликт между Россией и Азербайджаном. Азербайджанцы так же говорят. Да, так и говорят. Кстати, у вас недавно в гостях был Юнусов, который топит прозапад и все остальное, третий, четвертый. Говорил, что разбита Армения, разбит армянский дух. Ничего подобного нету, господин Юнусов. И все такие эмигранты, политэмигранты. Армянский народ и армянский дух невозможно уничтожить. И сломить тоже невозможно. Возвращаемся к российским предложениям. Вы говорите, они не устраивают Алиева. Они не могут устраивать Алиева, потому что это смерть нынешнего Азербайджана. Потому что Россия, да, да. Вот тут я подтвержу ваших протурецких, не ваших, а вообще протурецких наших земляков. И все такое. Россия, да, да, да. Хочет собрать Советский Союз 2. Пожрать, в первую очередь, своих соседей. Касым Джомара Такаева, к слову, Казахстан и все такое. Мы видели там, приветствовали, куда он приехал поцеловать сапог к Кремлю. Но потом в Китай уехал. Потом в Китай уехал. Он китаист, между прочим. И все такое. Да, Россия, в первую очередь, по периметру своих границ будет пожирать. Но, понимаете, она или должна быть империей, или она уничтожится. Сдохнет, простите за мой французский. Она империя, да, малонаселенная. Поэтому пылесосит, население с Украины забирает. Вы когда говорите, что вот Россия проиграла на Украине, да, к слову? Нет, пока этого не говорила. Кто сказал, что проиграла? Для них в любом случае win-win называется. Им население нужно. Они выкачивают оттуда славянское русскоязычное население. В России с территории около 17 миллионов квадратных километров, вы представляете? Население где-то 140 миллионов человек. Всего-то в Японии больше. В Японии больше. Но они выкачивают население, ресурсы, захватывают территории. Они не могут жить по-другому. Понимаете? Это же... Ну, кто знает Россию? Кто историю России? Кто из вас историю России знает вообще? Они не могут жить по-другому. Но нам это не грозит. Нам это не грозит. Они сначала будут по периметру пожирать, кто с ними граничные страны. Беларусь, кстати, батька, привет тебе. Скоро будешь белорусским округом Российской Федерации. А сам поедешь на Колыму, начальником колхоза. Туда и будет, в конце концов. А что? Что он там здесь рассказывает? Приехал здесь в Ереван, говорит, ох, зачем надо было вмешивать, говорит, иностранные государства. А шо ж ты из своего колхоза залез своими грязными сапогами в эту международную политику? Зачем залез? Тебя кто что-то спрашивал? За язык тянули или что? Когда тебя в 94-м году вместо Шушкевича покойного избрали. Поляк был Шушкевич. Станислав, если я не ошибаюсь. Да? Когда избрали тебя, колхозника, президентом Беларуси, тебя на что настраивали там? Между Западом и Востоком стоять? Или что-то в Закавказье кому-то тренировать? Ты готовься! Помни про белорусскую оппозицию. И знай, чем это все закончится. Или сдашь свой пост в Минске к Кремлю. Или закончится все. Так что не надо здесь, вот надо, давно бы надо было сказать. А ведь никто не говорит, и на российских телеканалах, и на русском языке, никто не говорит, что тебе трындец, батька. Трындец. Ну после смерти министра иностранных дел, тихо-тихо начали говорить. Господь пускай упокоит его душу, и батька тоже об этом должен задуматься. Ну обстоятельства смерти, конечно, еще не... Да, сердечный приступ. Хорошо. Так говорят. Мы говорим о... Который в Ереван приехал, а потом скончался, бедняга. Ну понятное дело. А как же по-другому может быть? Ну в любом случае, когда ты пытаешься играть, да, Тихановская, Светлана Тихановская, если я не ошибаюсь, глава оппозиции, да, жена главы оппозиции на самом деле. Пускай он об этом задумается. Недолго-то тебе царствовать-то там осталось. А что ты здесь в Закавказе-то лезешь? Что ты в армянско-азербайджанские отношения лезешь? Ну назвучивал позицию ВКП. Какого лешего ты? Нам говоришь, что надо там между двумя странами налаживать отношения, братские отношения и все такое. Ты иди налаживай с Украиной отношения, где твои войска стоят и Украина готовится. Братская страна. Украина, Белоруссия и Россия, это как, например, Армения и Карабах. Вот представьте себе, чтобы Армения и Карабах друг с другом воевали. К слову. Вполне возможно, если бы не было Азербайджана, до того и дошло с нынешнего подачи некоторого спектра истеблишмента армянского. Вполне возможно. Мы говорили о российских предложениях и вот мы обратили внимание на заявление Путина, который на саммите его ДКБ сказал, что в основе сочинских соглашений лежат какие-то компромиссы. О каких компромиссах мог говорить Путин? На какие компромиссы он готовит Армению? Как вы думаете? Вы говорите, вот российские предложения, они не должны устраивать Азербайджан. А Путин говорит о компромиссах. Наверное, имею в виду Армению. Смотрите, после этого он в Москве также собрал высший государственный совет, по-моему, по этому же вопросу. Поднял вопросы, которые обсуждались в Армении и актуальные вопросы, связанные с Арцахским конфликтом. Я еще раз повторюсь, претензии Азербайджана, что они не называют азербайджанскими топонимами. Не только топонимы, Нагорный Карабах, они говорят, не надо называть. Это вообще какая-то область Азербайджана, Карабах. Район, регион. Да, регион, хорошо, регион. Тогда пускай готовится к возвращению 300 тысяч армян в Баку. И около 100 миллиардов долларов пытаются вернуть нам за то, что мы там потеряли. 100 миллиардов долларов. А там потом сочтемся. Возвращаемся к заявлениям Путина. Путин сказал в Москве и обсуждал этот вопрос в закрытом режиме. Озвучил то, что в Ереване услышал. И в закрытом режиме обсудили. Что касается заявления Путина. Так скажем, к сожалению, большому. Его пресс-секретарь уже много лет. Песков. Человек, которому около 60 и за 60 лет. Который любит одевать часы за 100 тысяч долларов. И не стесняется этого. Путинская Россия это продолжение Ельцинской России. Если кто-то в Путине пытается увидеть Сталина, то напрасно. Этого нет. Путин это протеже Собчака покойного и Ельцина. Степашин был кандидатом в президенты России. Премьер-министром был. Его отмели, потому что с ним нельзя было договориться. Примаков. Покойный. С ним тоже нельзя было договориться. Кстати, на самом деле, если бы Примаков стал президентом России хотя бы на 5 лет. А у него жизнь была еще после этого лет 8. То Россия совсем по-другому бы выглядела. И все, что происходит на постсоветском пространстве, было бы абсолютно по-другому. Абсолютно. Ну, мы имеем Владимира Владимировича Путина. Кстати, Владимир Владимирович, поздравляю вас с 70-летием. Имеем то, что имеем. В Закавказе он руководствуется сейчас, как сказать. Я говорил, нет, что турецко-российские отношения где-то 16 войн были. Между Османской империей и Российской империей. Это экзистенциальные враги. Ситуативно могут договориться. Могут и за счет нас договориться. Это зависит от нашего поведения, как мы будем себя вести. Но по факту, в любом случае, я думаю, что... А, насчет уступок, да, вы сказали. Ну, не за наш счет уже. Уже не на наш счет. Мы уступили то, что можно было уступить, и даже больше. Даже больше, чем нужно было. Сейчас, конечно, давление идет, ну, насколько возможно, на азербайджанскую сторону. На азербайджанскую сторону. Если Азербайджан будет готов плясать, ну, конкретно, ответ на ваш вопрос. Они хотят, чтобы Азербайджан пролонгировал присутствие российских миротворцев в Арцахе. Не только? На бессрочные. Это и только? Не только. И этим самым они за Кавказье под себя подмять хотят. Это долгоиграющее. А в остальном, что сказать? Что сказать? Мы можем обвинять Великую Порту, да? Как назывался Стамбул. Османской империи. Мы можем обвинять Вашингтон. Мы можем обвинять Третью Римскую Москву. А вина ведь в нас. Вина ведь в нас. В том, что мы сделали, или то, что мы не сделали. А всегда легко сказать. Ах, это путь проклятая, это империя русская. Они все нам навредили. А кто вас призывал, когда брали карцель и эрзум, кидать турецкие штандарты, флаги под копыта русских коней? Кто вас призывал к этому? А потом, когда русские ушли из своих интересов, договорившись с Порту, турки вернулись. И что им нужно было ожидать? Я не знаю. Логично, если рассуждать. То, что сделали, тем более они зверье. Зверье натуральное. Что от них надо было? Я вам скажу, что 89-летнего константинопольского патриарха, когда вопрос Энозиса стоял, объединение Крита с Грецией, когда они подавили восстание на дверях патриархии 89-летнего патриарха, они повесили за шею. Повесили. Что мы от них ждем? Что мы ждем от тех, кто Рамиля Сафарова, этого подонка, эту тварь дешевую, объявляет героем? Что мы видим в их учебниках истории? На чем они воспитывают свои новые поколения? На эре мира, да, они готовятся к уничтожительной войне. И думаю, что если мы хотим мира, нам тоже надо быть готовым к этому. Жестоко? Жестоко. Но ведь правда-то она жестокая. Григорий, две темы осталось в этом месте. То, что было интересно, я вывела. В Азербайджане было предложено переименовать Азербайджан. Это тема, наверное, Иран-Азербайджан. Давайте это тоже обобщим, потому что тоже важно для нас. Да, ну, например, как в свое время, например, заблокировала, нет, Греция, вступление Македонии, да, объявив, что должно быть переименовано название государства, и компромисс был в Северную Македонию переименовали. Сейчас это государство называется Северная Македония. Да, Милиминджлиси Азербайджана подняли такой вопрос, назвать ныне существующий Азербайджан, так называемый де-факто, да, Северным Азербайджаном. На самом деле это историческая территория Арана и Шервана. Потом, если захотим, если будет возможность, мы поговорим. Тематические темы, много есть на эту тему по истории говорить. Я только боюсь, что наших зрителей это не заинтересует особо, честно говоря, потому что, простите за мой французский, я как историк говорю, или ты обожаешь историю, как и футбол, или не любишь. Не все интересно бывает широким массам народным. Ну, в данном случае на территории Южного Кавказа никакого Азербайджана никогда не существовало. Так что Северный Азербайджан, это фикция просто. Территориальные претензии к северной части Ирана. Мы все должны помнить, что в свое время, как это вообще название появилось. Пантюркистская идея была. Назвать в 18-м году, когда турецкие орды вторглись в Закавказье, в Южный Кавказ, там заняли Гянчжу, там 15 сентября, значит, 18-го года вторглись в Баку и уничтожили, истребили 30 тысяч армян, нежных жителей города Баку. Да, но это позже было. Было принято решение назвать эту территорию Елизаветпольской губернией, Бакинской губернией, так называемым Азербайджаном. С претензией как раз на Таврис, на настоящий Азербайджан. И это все бред не продолжается до сих пор. Это, ну, конечно, в первую очередь это вызов Ирану. В первую очередь это вызов Ирану. В свое время даже, в свое время. Кстати, пускай не будет скромно, не прозвучит, ваш покорный слуга был всегда, как сказать, болельщиком, что ли, если так сказать, Шахского Ирана. Исламская республика, это Исламская республика. Я всегда был сторонником Шахского Ирана, назывался, тогда он назывался, этот Иран, да, в то время, назывался Азиатской Францией, где все было можно, все, что захотите. То, что даже в Ереване, в Баку или там в Москве невозможно. Потом он стал Исламской республикой. И сейчас за то, как повязывают, да, платок, женщину можно забить камнями и все такое. Это, конечно, лично для меня это дикость. Но в любом случае мы должны понять, что наши стратегические интересы общие. И с Шахским Ираном, Шахским Ираном мы тогда Советским Союзом были, частью его. И с нынешней Исламской республикой они общие. Потому что потеря Армении на Кавказе, ее суверенности, потеря Арцаха, его суверенности, значит смерть для иранского государства. Ведь они не только на север Ирана претендуют, на много что в Иране. То есть интересы Турции, Азербайджана плюс Израиля, плюс Пакистана, мы видим, какие отношения мы сейчас развиваем, да, например, с Индией. И это одно к другому не противоречит, а наоборот дополняет. Это большая игра называется. Так вот, Иран должен сделать все от него зависящее. В его же интересах, не в наших абсолютно. Мы уже что могли проиграли, простите за мой французский. А что еще есть, то еще есть. Так он должен сделать все для того, чтобы не осуществилось то, на что претендует Азербайджан плюс Израиль. И Турция. Спасибо. Но под конец я бы хотел одну вещь вам сказать. Победа нам, смерть нашим врагам. Наше дело правое, и победа будет за нами. Я в этом не сомневаюсь. Вы этим хотели завершить, но у меня вопрос, поскольку у нас идут итоги, мы подводим итоги. Этот месяц отдалил нас от мирного договора, скажем так, от мира, или приблизил? Не отдалил и не приблизил. Мы находимся на том же расстоянии, которое и были. Поскольку мир зависит не только от нас, а от контрпарта, нашего партнера, соседа, а на самом деле врага, вражеского государства, это не только от нас зависит. По-любому не только от нас зависит. Поэтому этот месяц и даже этот год, госпожа Аракелян, не отдалил и не приблизил. Этот год был неплохим на самом деле. Надеюсь, что следующий год откроет Лусапайцар Апагамер Асгерчев. Новые горизонты откроет, светлые горизонты перед нашей нацией. Я в этом не сомневаюсь и еще раз повторюсь. Победа нам, смерть нашим врагам. Спасибо, Григорий. Благодарю вас. Спасибо также всем, кто следил за нашей беседой и слушал Григория Айвазяна. В эфире была программа «Нэантапам». Прямым текстом с Григорием Айвазяном. Итоги. Беседу вела Гаяна Аракелян. Всех благ и пусть будет мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok